Если мы берем территорию России, то она зависима только от иглы, на которую мы посажены. Это нефть, это нефть и газ. Все опирается только там. Если мы берем страны Европы, берем Америку, там совершенно все другое. Там совершенно валютные резервы, валютные операции, игры. Они абсолютно у нас не сопоставимы с нами. У нас все происходит именно так. Чем больше уровень продажи барреля нефти, тем доллар ниже. Если наоборот, то что мы видим. Но, конечно, если мы сейчас, как мы говорили, деньги вкладываем в экономику, и мы начинаем производить огромное количество то, что мы уже не покупаем в Европе, да, это тоже будет способствовать тому, что доллар все-таки выровнется. Прогноз до конца 2015 года, я думаю, что доллар будет 50-60 вот в этом коридоре. Это, в принципе, на сегодняшний день его цена. Его цена не завышенная, не заниженная. Но надо запомнить одно, что если у нас доллар поднимается, то, дорогие друзья, не надо поднимать на хлеб и муку, которую мы производим в России. Не надо покупать, не надо повышать деньги на гречку и на молоко и на рис. То есть мы ее производим здесь. Но я обратил внимание, что я сейчас хожу сам в магазин и вижу, цена иногда на что-то уже значительно падает. Хотя курс доллара не падает, а цены на очень многие продукты начали падать. Здесь просто должен быть жесткий контроль. Контроль депутатов, контроль местных депутатов, контроль директоров, понимаешь? Вот когда мы это контролировать будем, я, конечно, удивился, знаешь, удивился тому, что... Слушайте, все пьют, говорят, что у нас много алкоголиков, у нас раз, и как бы, значит, теперь водку взяли и понизили, да? Что ж не понизили там на хлеб и на сахар? Ну, здесь вот такая, как бы, игра... Не-не-не, все будет нормально. Хуже, хуже того, что в восьмом году было, уже не будет. Самое главное, самое главное и крайние слова, это чтобы не было войны.